Вставать Встаньте, не крутитесь головой. Где моя охрана? О, полностью. Боже, слава тебе. Господи, благодарим тебя за милости твои. За чудный воскресный день, напоминающий о твоей победе над смертью, над злом, над тьмою. Благослови наше пребывание здесь, защити от недругов, желающих причинить нам злое. Благослови их, открой из сердца для света и любви. Тебе слава за всеотечественный, святой дух. Аминь. Иначе, Ханавич, у меня вспомнил жалобы есть на одного отрока. Давай. Никита, возьми. Это Тарасий, выходи, Тарасий. Давай. Вчера он дежурил в столовой, был дежурным. Вечером. Да, Татерина сказала ему пять раз повторила, чтобы собирал посуду. А он стоит, балуется. Вот это у него есть. Я ему тоже, чтобы что-то ему по работе сказать, он каждый раз приходится ему несколько раз повторять. Тарасий, говорят правду или нет? Да. А что это означает? Он все время играет как-то все вот так. Он играет все время, поленья кидает. У него так веером конфет. Это надо идти в цирк. Там кио есть такой. Даже Брежнева Галина за него вышла. То есть он как-то уши закрывает свои и не слышит? Ну как и у него наказание, когда он уезжает. Понятно, что не получается. Надо было вчера рассказать. Вчера этого времени. На сегодня какое ему наказание? Только одно. Так. Егор, подойди сюда. Наставление ему. Ты просишь у него прощения или нет? Он с этого ему уезжает на сердце. Он даже просить прощения не умеет. Ну ты обидел его или нет? Да. Ты ему зло хотел сделать или добро? Понимаешь? Ребром уже. Зло или добро? Зло. Понимаешь? Господь Христос услышал, как ропщут. Но есть шесть дней в те дни, и пусть исцеляются. А не в субботний день. И Господь прямо сказал. Что делать в субботу? Зло или добро? И они молчали. И Он возгорел с гневом на них, скорбя об ожесточении сердца их. Ну зло или добро? Не надо даже решать. Зло или добро? Добро. Добро. А они не могли иудеи ответить этого. Потому что они потонули в злобе. Я тебя спрашиваю, это ты делал зло или добро для него? Зло. Зло. Ну так зло от кого отходит? По-английски зло как? День. Не знаешь? Эвол. А дьявол как? Одно и то же имя. Что тебе подсказывает, учитель? Проси у него прощения или так и будешь со злом жить? Он уезжает. Ты встань перед Ним, уж нельзя в землю поклониться коленям, да хоть по-настоящему-то. Попроси прощения да громче, чтобы все слышали. И попроси помолиться за тебя, поклонись ему. Наклони голову, вот так склонись и перед ним скажи, Тараси, помолись обо мне грешном. Ну наклонись посерьезно, склонись как следует-то, вот так. Это у баптистов нельзя друг другу кланяться. У пейдесятников мудрствует. А сыны пророческие пришли и поклонились Елисею. Мать Соломона зашла, ему поклонилась. Этого они не видят и не знают. Ну какое ему наказание? Раз не хотел убирать, поставить его мыть посуду. Значит, сегодня дежурные, которые, с ними будешь мыть посуду. Ты понял меня? Да. Мог все. Замечательно. Ну иди. Тебе никак нельзя быть огорченным сегодня. Так, дядя Рома, погонщики сегодня убрать. У нас разрешено только четырем человекам носить погоны, когда по форме будут. Это три врача, там майор с баня у них и следователь военный. А остальные это обман. Этого не должно быть. Так, вот сейчас глядите, дежурные. Я не могу вас приучить. У тебя что за стойка такая? Ты все время вот так. Если характер такой, ты не можешь от него отстать. Характер настырный. Идти под устав монастырный надо. И все. Готовая монашка, вот стоишь. Тебя дежурным поставили. Показывает чашки, никаких. Кружки показывает? Никаких. Ну, какой это дежурный-то? Значит, дайте ей другую работу, чтобы она компенсировала. Я сейчас ей три-четыре замечания сделал. Как с гуся вода. Даже не видит. Никого не видит. Я говорю, дело или не дело. Ты чем-то обижена жизнью. Я. Ну, нельзя забыть самого себя, для чего живешь-то. Был такой Алексей Моресьев. Кто это такой? Кто знает? Алексей Моресьев. Летчик. Я знаю. Не знает даже. Это один из самых больших героев. Кто? Алексей Моресьев? Да. Летчик. Чем он прославился? Он во время войны его самолет упал в тайге. У него отняло ноги, и он ползком добрался до ближайшего населенного пункта. Сквозь тайгу. Потом что? Дальше. Ну, ноги отмерзли дальше. Дальше ему сделали операцию, и он стал инвалидом, безногим. Ему сделали эти... Протезы. Да, протезы. И, несмотря ни на что, он все равно научился с этими протезами управлять самолетом, и снова стал летать. Стал летать, и сейчас сбил самолет, я не знаю сколько. Он не пошел милостью не просить. А потом был главный редактор пионерской правды. Ну, конечно, из него там рекламу делали. Ну, разве это не уважение не вызывает повесть о настоящем человеке? Борис Полевой написал. Он, правда, написал мересив, а на самом деле ма-ресив. Но это никакой уровень не играет. Ты слышал протокола? Слышал? Я смотрел фильм про него. Замечательно. Это не Павлик Морозов, который родителей предал деда. Загубил предатель. Так, все, стань. Не маяш. Ну? Ну, поближе. Мне тоже рассказывали по нему. Я ничего не слышал, поближе. Дедушка тоже рассказывал про... У него самолет упал, и он добрался. Ну, это правильный фильм поставленный. Поднимите руку, кто хотел на второй мостик пойти? Выйдите сюда. Нет, маленькие не пройдут. Там дорога будет, чтобы резиновые сапоги были. Один раз узнаете, что такое второй мостик. Большое озеро. И мы хотим его... Теперь оно мелкое-мелкое. Хотим сделать его глубоким. Рыба была, чтобы плавать можно. Он недалеко отсюда. Я не знаю, километра два. Больше не будет туда. Так, все? Никто больше? Ты тоже хотел? Это на дело не влияет. Ты, может быть, добрее сделал. Ты тоже хотел? Давай. Так. Так, а что, дядя Володя? Взрослый, остановись. Кто хотел пойти? Я наметил воскресенье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маленьких возьмете? Ну, тогда Вика не идет. Почему? И тут плачут без нее. Ну, мало что плачет. Проплащится и все. Нельзя так связывать. Ну, двое заплакали за одной. Ну, ты за нее, я договорю одних. Ну, Валенька-то, шагни сюда. Не понимает даже, о чем я сидел. Ну, шагни сюда-то. Он если направил тебя, говорит, намотню, то он уже не свернет. Ну, покажи людей, кто плачет. Что ты такой зацикленный-то? Вот плачут девочки две. Володя, перебуйся другие, сапоги возьми. Пойди с нами. Дай ему сапоги свои. А сам сиди здесь. Не годится так снимать. О ком говорят, он даже не веет и не слышит. Режиссер-то нулевой. Так. Спаси Христос, поваровый накрывающий. Спаси Христос, поваровый накрывающий. Иди дай ему сапоги свои. Я дам сапоги свои. Так.